Всем привет, меня зовут Андрей, с вами компания электричка.рус, электромобиль из Китая. Сегодня мы представим вам очередной электромобиль, это GIC ION-S, ну либо более привычный нам GAC. Электромобиль GAC ION-S, где буква S обозначает не спорт, а все-таки седан. Продажи ION-S в Китае стартовали в 2019 году, а в 2020 ION-S занял второе место по продажам среди всех автомобилей GAC. Это переднеприводная модель, здесь установлен электромотор мощностью 135 кВт, либо 184 лошадиные силы. Емкость батареи 58,8 кВт-часов, что обеспечивает запас хода на 510 км по циклу NE-DC. Передняя часть электромобиля оснащена светодиодными фарами и соединенными между собой серебристой полосой. Электромобиль от обычного автомобиля с ДВС отличает отсутствие решетки радиатора, она у нас находится чуть-чуть ниже. Логотип GAC в центре полоски как будто подсвечен по контуру синим цветом, как у Toyota и у Lexus, что выдает в нем принадлежность к электромобилям. По бокам у нас находится обдувы тормозных дисков. Давайте откроем капот и посмотрим, что находится внутри. Стойка капота обычная, не пневматическая. Под капотом в свободном доступе находится пусковой аккумулятор, предохранители и реле и технологические жидкости. Установлены диски 17-го диаметра, дисковые тормоза в круг, передняя подвеска McPherson, задняя торсионная. С двух сторон на крыльях у нас находятся индикаторы зарядки электромобиля. Поставили на зарядку, индикатор загорелся. Повторители поворотников на зеркалах. На заднем левом крыле у нас находится порт быстрой зарядки, на заднем правом крыле находится порт медленной зарядки. Зауженные задние фары соединены между собой горизонтальной подсвеченной полосой. Камера заднего вида и парктроники. Багажник открывается как с ключа, так и с салона. Давайте посмотрим теперь, что у нас в багажнике находится. У GAK IONS багажник достаточно большой. Объем составляет 453 литра. В багажнике находится штатный провод зарядки от сети 220 вольт с переходником. В нише багажника находится буксировочный крюк, светоотражающий жилет, знак аварийной остановки и компрессор для подкачки колеса. Запасного колеса нет, но есть штатное крепление для его установки. Ну что, давайте теперь посмотрим IONS изнутри и начнем с водительской двери. Пластик двери очень мягкий, в бронзовом обрамлении вставки под алюминий и глянцевая вставка. Электрорегулировки зеркал, блокировки всех дверей, все стеклоподъемники. Снизу находится кармашек под бутылку и динамик. У GAC IONS двухспицевый руль. Слева находятся клавиши управления мультимедиа, справа клавиши управления круиз-контролем. Подрулевые лепестки стандартные. Слева управление светом и поворотниками, справа управление стеклочистителями и омывайкой. Руль регулируется по высоте. За рулем находится аналоговая приборная панель, адаптированная для электромобиля. Она довольно-таки информативная, указывает оставшийся запас хода, заряд батареи, общий пробег и скорость. Центральный монитор красиво и гармонично вписан в панель. Диагональ монитора 12,3 дюйма. Посредством его мы можем управлять мультимедией, двухзонным климат-контролем. На монитор выведена камера заднего вида. Из минусов то, что он на китайском языке. Вот это поворот! Ну, гугл-переводчик вам в помощь. Под центральным монитором находится оригинально выполненная кнопка аварийной остановки, дефлекторы обдува с бронзовыми молдингами, кнопка старт-стоп и сенсорное управление климат-контролем. Центральная консоль оригинально выполнена. Она двойная, с нишей. Сверху находится подставка под телефон, клавиши управления мультимедиа, селектор переключения передач, паркинг, стояночный тормоз, автохолд, выбор режима езды. Имеются два подстаканника с держателями. Центральный подлокотник не глубокий, но вместительный. В нише имеются два разъема USB и гнездо прикуривателя. Сверху у зеркала у нас находится очечник, сенсорная подсветка, клавиши управления шторкой панорамной крыши и панорамная крыша с люком, который открывается у нас в двух положениях. Здесь находится ветрозащитный козырек. Салон комбинированный из эко-кожи с прострочкой бронзового цвета, как и все молдинги в салоне. Сидеть в сиденьях довольно комфортно, удобно. Они с механическими регулировками. Они регулируются взад-вперед по высоте и наклону спинки. Мой рост 189. Мне сидеть за рулем комфортно, удобно. Давайте посмотрим, как я размещусь сзади. Ну что, я сел за самим собой. Мне сидеть удобно и комфортно с учетом того, что спинка водительского сидения откинута. Сиденье стоит довольно далеко. До потолка, до крыши у меня есть место. До спереди стоящего кресла у меня есть место. Пол сзади ровный, без тоннеля. Комфортно сядут три человека. К тому же сзади три полноценных трехточечных ремня безопасности. Для пассажиров есть дефлекторы обдува и два разъема USB. Подлокотника и центрального подголовника, к сожалению, нет. Ну что, если вам понравился этот электромобиль, приобрести вы его можете у нас. Либо заказать на сайте. Я с вами не прощаюсь, говорю до свидания. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, ставьте лайк.